Приветствую вас! На ваших коронах прикольные политические новости за 6 июня 2020 года. В этом выпуске новостей вспомним Авакова, Трампа, даже Тимошек. Ну, коронавирус, конечно, вспомним. И еще некоторые интересные политические новости, связанные с Украиной, Россией, ну и миром в придачу. Первая политическая новость. Ну, она сейчас очень популярна в Украине, поэтому, ну, не мог же я ее не заметить. Сегодня, 5 июня 2020 года, министр внутренних дел Украины Афсен Аваков должен выступать в Верховной Раде, ну, соответственно, рассказывать про события, связанные там и с броварами, и так дальше, и тому подобное. При этом, как вы догадываетесь, возле Верховной Рады митингующий требует отставки Авакова. Мало того, есть уже, как бы, подписи, собранные с депутатами, которые требуют тоже отставки Авакова. Ну, многие говорят, что отставки не будет, это невыгодно на сегодняшний момент Зеленскому, я думаю, да. Ну, что будет. Вообще, по большому счету, даже если депутаты примут, к примеру, такое решение, с просьбой отправить в отставку, примут такое решение, то это еще ничего не значит. Наш президент внес новую кандидатуру, там вообще процедура такая интересная запутана. Так что, пока что на сегодняшний момент, да, пиар, выступление, но и говорят, что это даже выгодно саму Аваку. Аваку формируется из него новый лидер, самое свежее, ну, самое свежее, что Аваку может составить конкуренцию на будущих президентских выборах Украины. Посмотрим, посмотрим. В любом случае, да, будет выступление, пиар, шум, скандал. Еще информация из, опять же, Верховной Рады. В Верховной Раде объяснили причины неразглашения условий меморадов МВФ. Вообще-то, если бы они меня спросили, я бы быстрее разъяснил, потому что они, во-первых, разъяснили так запутанно. Смотрите, есть процедура, ну, как бы, есть устав МВФ, есть процедура, он для всех стран. Считается, что в процессе переговора никогда, никогда не разглашается и не комментируется проект, ну, меморандум ЗДХ. Ну, так принято. Почему? Его могут поменять. И по этой причине, чтобы не возникало разночтение, типа, а почему поменяли, почему не поменяли. Окончательный вариант, как бы, подается на Совет Директоров. Да, вы, как вы сами понимаете, Совет Директоров немножко формально, но, знаете, там, довольно-таки брокетическая система. Читает, читает, читает. Ну, как вы догадываете, не директора, а статисты читают. После этого голосуют, а после этого, пожалуйста, на сайте МВФ на английском языке, меморандум полный. Причем, не просто меморандум, пояснительная записка, все расчеты, таблички, все есть. Но если кому-то интересно, он может зайти на сайт, почитать старый меморандум. Там есть, пожалуйста. Ну, ребята, еще раз говорю, какая разница, какой меморандум? Боже мой. Ну, как же, объяснили, объяснили, объяснили. А теперь новость, которую обещал Тимошенко. Хочу вам напомнить, что в 2008 году Юлия Тимошенко была премьер-министром, и кризис так дальше, и она действительно тогда взяла кредит МВФ. И она действительно кинула МВФ, обманула. Это факт. Хочу вам напомнить, что произошло. Ну, там ноча сработала, Ющенко, Стельбах тогда был, Гауэдбул. Да. Стельбах по-многому многое сделал, чтобы болитку специально сделал. Но он очень хотел, чтобы Тимошенко не стала президентом. Что поделаешь? Ющенко дал команду, Стельбах делал. В результате, чтобы спасти ситуацию, что сделала Юля? Она действительно взяла кредит МВФ и потратила на валютные интервенции. То есть, грубо говоря, 6 миллиардов долларов, так и разошлось. Понятное дело, какая-то часть раз-раз-раз в офшоры, какая-то часть раз-раз-раз в наличку. Когда МВФ это увидел, он шарашил. Потому что, смотрите, когда давали, логика следующая. Что эта валюта должна была увеличить золото валютные резервы, обеспечить стабильность. И тем самым, как бы, ну, успокоить инвесторов и так дальше. Юля. Хоп. Причем она действительно отчетилась довольно сильно меня. Это факт. После этого, после этого уже никому не удавалось МВФ кинуть. После этого МВФ говорит, значит, так, ребята. Я вам даю кредит. Четко кредит перечисляете на золото. То есть, не перечисляете как, а учитываете. Прорасчете золото в ультаризерв. То есть, денег как таковы не приходят. А потом, красиво это все возвращаете. Вот так это работает. Так что, да, действительно, Юля кинула. Молодец. Молодец. Не, ну а что вы думали? Не долго ж МВФ нас кидает. И мы кидаем. Новость. Секретарь Совета РНБО Алексей Данилов заявил. Российская Федерация является искусственным образованием. И скоро или поздно развалится. О, при такой жизни. Ну, что вам сказать. Понимаете, эти разговоры, то, что Российская Федерация развалится. Я слышал в 2014. Не, я в 2010 даже слышал. В 2014, в 2015, в 2016. Ну, я все понял. Ну, зачем это говорить? Ну, понимаете, вот, секретарь Совета Национальной Безопасности. Довольно высокая должность. Ну, по логике, еще я должен говорить какие-то хорошие, умные, реальные вещи. Я могу понять, да, действительно, экономика России в этом году упадет. Ну, не вспомнил, как экономика Украины. Но развалится. Ну, ребята. Это то же самое, как постоянно, помните, в 2014 говорили. Россия нападет. Вот точно, точно, дата русской армии наступает. Сейчас очень часто в ДНР и ЛН говорят, Украина с армией будет наступать. Все то же самое. Ну, вот это вот глупость. Когда постоянно друг другу лгут. Ну, какая-то несуразица. Полнейшая несуразица, которую только можно придумать. Новость. Значит, участники глобального саммита по вакцинации собрали 8,8 миллиарда долларов на разработку вакцины, ну, и, соответственно, от коронавируса. Разворой денег. Конечно. Вакцина нужна. Нет. Да все знают, что нет. Новость, которая, ну, просто должна убить всех. В Ухане, ну, как вы понимаете, все началось. Из больницы выписали последних трех пациентов с коронавирусом. Нет, живые, живые. А они вакцину разрабатывают. Понятное дело, что каждый хочет заработать и зарабатывать на сегодняшний момент на коронавирусе. Все понимают, что никакой эпидемии нет. Все понимают, что это фуфло. Но все хотят украсть. Понимаете? 8 миллиардов долларов украсть. А вы говорите, как стать миллиардером? Вот как стать миллиардером. Так и стает миллиардером. А вы это думали? А вы, не, 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 надо изобретать. Да не надо изобретать. Украсть надо. Надо придумать мифическую эпидемию. И под эпидемию воровать. Это факт. Что есть, то есть. Так что в Украине воруют. В России воруют. Под эпидемию. И в мире воруют. Так что глобальные разработчики. Да-да, никому эта процедура не нужна. Все понимают, что никакой проблемы с коронавирусом нет. Но. Небольшой процент чудиков есть. А большой, еще меньший процент жуликов, которые на этом воруют. А теперь новость, которая просто нельзя читать. Без слез. Есть такой университет Мон Мута. Он провел опрос в США. Не в Украине, сразу говорю. Задал опрос. Если бы сейчас были выборы. Закого бы голосования. Я не знаю, как они делают опросы. Но здесь разбито по штатам. Сразу говорю. У них как-то своя ситуация. Как они разбиты. Но. Исходя с опроса. Если бы сейчас были выборы президента США. 52 процента. Ну, опрошенных, понятно. Ответили, что голосовалось за Байдена. Потому что он им больше импонирует. А за Трампа проголосовали на 11 процентов меньше. То есть, другими словами, Байден. Ой. Трамп бы не прошел. Да что же они достали-то с вами ли. Байдена и Трампа. То есть, получилась ситуация. Что-то действительно. Сейчас с Байден пыгает. Да. Коронавирус еще говорит, что очень сильно. Ну, глупость сделал Трамп. Не надо было водить коронавирус. Не надо. Просто не надо. То есть, можно было бы сказать. Мы сейчас боремся, улучшаем. Не надо. Просто не надо. Ну, делал глупость. Послушал советы. Но он думал, как он. Ведет карантин. Потом выйдет торжественно. Я вас всех спас. А-а-а. Экономику шарахнул. Безработных в США сейчас очень много. Ну, а сейчас погромы добавлюсь. А-а-а. Да, действительно. А что же вы хотите? Вот такая вот ситуация. Действительно. Ошибся очень сильно. Ну, очень сильно ошибся. Ну, бывает же все. Что поделать? И действительно, Байден этим пользуется. Пользуется. Понимаете, то, что Трамп пытается там, ну, коррупция, Байден. Плевать. Какой коронавирус. Понимаете? Он смазал. Он полностью смазал все коррупционные схемы Байдена. Причем тут этот сын? Во! Так что, это сейчас. Но, еще раз говорю, что Трамп не такой просто. Он сейчас старается максимально выжать с этого. И постоянно в своих выступлениях говорит, что этим погромом устраивают мигранты. 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 Которые приехали в США. Грабят. Грабят. А вот если бы послушались меня. Если бы построили стену. Мигрантов бы не было. Ну, знаете, что. С Владимиром с первым указом. Трамп издал выгнать мигрантов из США. А там указом спать. Причем, видите, как плохо. Так что, на этом он будет играть очень много. Тот же самый момент. Тот же самый. Но это уже из России. Официальный представитель Министерства иностранного дела России Мария Захаровна заявила, что все попытки объяснить проблемы в США внешними факторами являются не целесообразными. Мало того, они считают, что это неприлично, когда сваливает, ну, протестующих, то есть пытаются представить протестующих, только мигрантов, которые заслали и так дальше. Но она, правда, не сказала, что это мигранты из России. Спорить не буду. Она, так как бы сказать, красива. Но вы будете смеяться, действительно, в Твиттере довольно много пишут, потому что понаезжали с России всякие мигранты нелегально, а сейчас по громам устраивают. Да я понимаю, что это уже переключено с переключенными. Все знают, что, да, действительно, в США очень много мигрантов не ни с России, ни с Украины, а с Мексикой. Ну, с Латинской Америки, давайте так скажем. Ну, там не только Мексико, да, там их больше всего. По этой причине, ну, и плюс к всему, конечно, когда кто-то заявляет, что чуть ли не агенты ФСБ, ну, ребята, это уже слишком. Это уже, это уже слишком. Нет, ну, погрома есть погрома, что вы хотите. Обычная американская традиция. Кого кольт, тот и губернатор. Это не моя цитата, это старая цитата, которую Марк Твенчер написал. Кого кольт, тот и губернатор. Да, вот такая ситуация. Ну, не знаю, как будет это все решать Трамп. Там была информация, что вообще возникла идея, что он сейчас выделит больше денег на безработных и так дальше. Нет, что-то будет, спорить не буду. Посмотрим. Да, эмиссию он может сделать, не спорю. Выделение тоже может, не спорю. Денежка у него есть. Но поможет ли это, я думаю, никто не знает. А теперь уже новость из США в адрес России. Ну, ах, вы хотели. Помогший госсекретаря США Дэвид Шенклз завил, что Россия должна немедленно убраться с Ближнего Остапа. Только вот, зналяшка. Ну, по большому счету, понимаете, я понимаю, что Путин не послушается, но вот сейчас был бы предлог под коронавирус забраться и с Ливией, и с Сирией. Моя тикая ситуация. Я так понимаю, Путин уже сам понял, что он вляпался и там, и там. Ну, сами подумайте. Ну, вот хорошо. В Сирии они контролируют регионы, где нет нефти. А где есть нефть, контролируют США. Бред, бред. Мало того, фактически за Сирией они постоянно конфликтуют с Турцией. Причем проблема. Если для Турции действительно Сирия это важно, это действительно проблема Курдистан и так дальше, то для России Сирия и своим спецификой, причем, понимаете, Сирия, она очень сильно подельная. Шииты, суниты. И тут сейчас Россия влезла со своим православием. Ну, ребята. То есть, называется пир на чужой грехе. Про Ливию я вообще молчу. Ребята, там же смешнее не подумаешь. Там опять же та же ситуация. Там, где нефть, там американцы или французы. А там, где песок, там русские войска. Не нормально что-то. Причем опять, там же в Ливии вообще на сегодняшний момент четыре, как бы, царя или там хана или эмира. И каждый говорит, что он законный президент Ливии. Ребята, ну вы понимаете, что в этом бартаке, ну, бессмысленно. То есть, кого вы не поддержите, это бессмысленно. Ну, не знаю, это решают сами. Но здесь действительно согласен. Ребята, ну это тема занимательства. И последняя новость. Ну, не мог ее не заметить. Оказывается, сегодня 5 июня, насколько я правильно понял, буддисты отмечают день рождения Будды, достижения просветления и пари Нирваны Будды. Шакьян Муны. О, слава Богу прочитать. Ну, что ж, поздравляю. Действительно, буддисты, так сказать, интересные люди. Да, шикарные, шикарные. Встречался с ними. Ну, понятно где, в Индии плюс еще. В Непале. Да, интересные люди, интересные. Так что, всех с праздником. Ну, кто празднует? Да, кто не празднует? Можно отпраздновать. Благодарю всех за внимание. Пишите хорошие комментарии. До свидания.